Доброе утро всем гостям и подписчикам нашего канала. Рад вас видеть в Дарунском музее. Чтобы вы уже окончательно проснулись, позвоним в колокольчик. А дальше я вам хочу рассказать интереснейшую новость про совершенно необычное животное, которое называется лохматый хомяк. Русские названия для экзотической живности не всегда устоявшиеся, поэтому его еще называют гривистый хомяк, хохлатый хомяк или хохлатая африканская крыса, гребенчатая африканская крыса. По латыни он называется лофиомис им хауси и живет он в северо-восточной части Африки, Эфиопия, Сомали, Кении, Танзания, вот в этих странах. Живет в основном в горных лесах, но и в равнинных лесах тоже встречается. Причем леса это не такие тропические, через которые поди протиснись, а такое достаточно редкое, редколесье. Животное большое, он размером с кролика, даже может быть и крупнее, до килограмма веса, от полкило до килограмма и размером от 25 сантиметров до 35, причем самки крупнее. Животное такое солидное, напоминает маленького дикобразика, физиономия, он весь такой довольно длинной шерстью, у него относительно короткий хвост, он короче туловище, но не такой прям хвостишка, как у наших хомяков. Он покрыт шерстью, очень солидное животное, не торопится с расстановкой, бредет не спеша, питается растительностью. Животное необычное, он из семейства мышины, но на мышцы совсем не похож, он похож на какую-то крупную морскую свинку, при этом окраска у него контрастная черно-белая, что-то есть от скунса. И да, действительно врагов он отпугивает резким запахом специальных кожных желез, а еще у него интересное поведение. Он топорщит шерсть на боках, так что обнажается на боку продольная полоска укороченной шерсти, и вот яд-то как раз в этой укороченной шерсти и содержится. Дело в том, что этот хомяк, местные жители его всегда считали ядовитым, но как он ядовитый, непонятно. Среди млекопитающих ядовитых-то раз-два и обчелся. Во-первых, утконос, у него шпора ядовитая с ядовитой железой, но он и не вполне млекопитающая, а потом этот щелезуб, соленодон, который тоже у него там какие-то железы обнаружили, лори, у него тоже там в районе локтей тоже есть ядовитые железы, а тут вроде хомяка. Трудно себе представить ядовитого хомяка. Оказывается, недавние исследования, по-моему, в 2011 году были проведены, поведение этого хомяка изучали, их поймали в ловушке и смотрели, как они себя ведут, что они делают, почему у них такая поза, как они топорщат эту шерсть, наверное, выделяют какую-то отпугивающую жидкость, а потом обнаружилось, их там кормили всякими веточками и плодами. Они питаются листьями и плодами дерева, которое называется Акоконтера шимпери. Дерево это ядовитое, у него кора, сок, листья содержат ядовитый сок, который действительно опасен для млекопитающих и размером с собаку убивает млекопитающие, просто может погибнуть. Плоды при этом съедобные, но я бы их есть не стал, потому что они съедобные, когда совсем созрели, вроде бы такие сладкие, но кто его знает, когда оно созрело, когда не созрело. Эти гривистые хомяки питаются и плодами и листьями и тоже смотрели, у них устойчивость к яду, а яд там называется уабаин, это такой сердечный гликозид, который используется для стимуляции работы сердца в небольших дозах, а в больших приводит к пролечию сердечной мышцы, поэтому такой смертельно опасный яд. И исследовали еще и на тот предмет, как там может слюна у них нейтрализует этот яд, оказалось, что у них желудок пятикамерный, ни у каких других хомяков такого нет, а ближе всего это у крупного рогатого скота, у коровы, сложно устроенный желудок, может быть связано с тем, что там происходит нейтрализация ядов и, вероятно, там живут симбионты, которые помогают разлагать клетчатку. Удивительное животное, даже некоторые исследователи говорят, что это маленькая корова, похожая на хомяка, а вовсе там не грызун. Со всех сторон странное животное. У него оказался очень усиленный скелет и череп. У него позвоночник имеет дополнительные позвонки и очень мощный отростки, которые прям слон не слон, но кто-нибудь тяжелый, если на него упадет или придавит его, то шансов повредить его немного. И череп весь, на нем такие остеобласты на черепе, он весь такой, как бы в костяных шипиках, такой у некоторых черепах встречается, но черепах вся бронированная, и череп тоже не бронированный, а это такой вроде грызун. Со всех сторон загадочный. Но и оказалось, что он вот это вот растение, аккантатеру, шимпери, он ее кору пережевывает, превращает в такую кашицу, и вот этот ядовитый пасту, ядовитый гель в смеси своей слюной наносит на вот эти участки короткой шерсти на боках. Очень интересное поведение. И у него оказалось, что когда шерсть посмотрели под электронным микроскопом, что шерсть устроена вообще удивительно, она так устроена, что как раз впитывает в себя очень много вот таких вот такой пасты. Если под электронным микроскопом посмотреть, внешний слой волоса, он такой весь в дырочках, а внутренний слой из таких тяжей, которые как раз через дырочки попадают внутрь, в эти тяжи замечательно впитывается вот такой вот этот яд. Долго очень сохраняется. И при этом, когда вот такой хомяк, собака, например, или шакал на него нападает, он вот так становится боком, вздыбливает шерсть, обнажая полоску этой короткой шерстки, и как раз туда и хочется упустить. Если собака его туда кусает, у нее полный рот этой шерсти, переполненный ядовитым секретом растения. И собака не все умирает, потому что если бы все умирают, эффект, наверное, был бы хуже. Потому что те, кто укусил, померли, а вот те, кто укусил и выжил, уже в следующий раз и сам не укусит и другим не даст. Потому что это незабываемое, видимо, ощущение очень тяжелой болезни. Такие сходные поведения было обнаружено только один раз у европейского обыкновенного нашего ежа. Исследователи заметили, что он может пережевывать вот эти окулушные железы жабы, жабы же у нее страшно ядовитые, всякие выделения кожные бывают, и вот эту получившуюся кашу наносит на иголки. Вообще яд жабы довольно серьезно. Если собака жабу схватит, она может просто погибнуть тоже. Ежи такое делали. Но чтобы это даже адаптация, вот это строение шерсти такое удивительное было, вот описано первый раз и это животное, конечно, надо исследовать. Возникает масса вопросов, а как возникло такое сложное поведение. Это надо же вот сообразить, что надо вот эту кору жевать, а не какую-то другую. Правда, оказывается, они еще молочай какой-то ядовитый тоже жуют, но эти исследования только начались. Поэтому надо посмотреть, какой спектр растений он жует, все ли они так делают. Это врожденное поведение или приобретенное. И все это надо изучать. И вообще интересно это получается, потому что сама по себе устойчивость к такому яду, она заслуживает отдельного изучения. Желудок многокамерный, но там что-то происходит. А вот этот яд, он не просто яд, это растительный такой ингредиент, который в медицине используется и, возможно, вот эти вот свойства слюны хомяка тоже могут как-то использоваться. Так что животное интересно. А почему я про него вспомнил? Потому что вот только что, буквально пару месяцев назад, вышла статья, исследователи те же самые, которые открыли ядовитость этого хомяка, взятую у деревьев. Они продолжают свое изучение. Они наловили сейчас этих хомяков побольше. Все это происходит в Кении. И сотрудники Кенийского музея естественной истории там тоже принимают участие. И как раз вдруг обнаружили, раньше считал, что он такой весь нелюдимый, некомпанейский. А тут начали в одном и том же месте ладить. Сначала самца поймали, потом самку посадили в соседние клетки. Они, оказывается, очень активно общаются, прям тянутся, даже какие-то звуки мурлыкающие издают. Их решили посадить вместе. Думали, может, поладят. Они не просто поладили, они 90 процентов времени вместе проводят. А потом наблюдение показали, что еще и детеныши уже взрослые тоже вместе с ними ходят. То есть они, оказывается, очень социальное поведение у них развитое, что очень удивило. Вроде такой неуклюжий, угрюмый, ядовитый хомяк, а вот такой вот семейный он оказался. Эти исследования, конечно, будут продолжать. И я думаю, что очень много будет еще исследовано. А я, в общем, рад вам рассказать о таком необычном животном, о котором вы, скорее всего, не знали. А если и знали, то такие подробности, они прям совсем свежие, из научного журнала. Вышло это в первой статье про его ядовитость в трудах королевского общества, а второй журнал в журнале маммологии. Как я уже говорил, маммология больше применяется термин для науки о млекопитающих в Америке, а в Европе и в России больше применяется термин теориология. Одно и то же это означает одно млекопитающее, а другое звери. Вот такая сегодня новость. Надеюсь, что вам понравилось. Еще раз колокольчик. Если понравилось, палец вверх. А как вам звуки, которые вас сегодня разбудили? Это тоже хомячок, но совсем маленький, ну как маленький, 13 сантиметров еще и хвост. Обитатель Северной Америки, в Калифорнии их, например, много. Это кузнечиковый хомячок. Он известен тем, что, во-первых, у него такая вокализация очень интересная. Большей частью она в ультразвуковой области лежит, но когда постарше они становятся, а самцы даже и раньше, они уже такой более слышимый звук, как раз который вас разбудил, дает. А еще неизвестно тем, их еще называют скорпионовые хомячки, что они охотятся на скорпионов сколопендр, на ядовитых вот таких членистоногих, и у них высокая сопротивляемость к яду, и плюс великолепная реакция. Трудно скорпиону ужалить. Вот эти бои, вот такой самоотверженный его храбрый такой образ жизни и прекрасная песня делает его довольно известным животным. Кузнечиковый хомячок вас сегодня разбудил. А в следующий раз я расскажу вам не про музейные новости, но важные для всех. Я вам расскажу, каким образом, используя научный метод и способы управления поведением животных, снизить склонность к яичничеству наших домашних кошек.